МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ни проезда, ни подъезда для техники специализированной нет. Дорога каждая секунда. Что может помешать спасателям прийти на помощь? Убирается очень плохо. Очень плохо. В подъездах грязно. Как горожанам решить эту проблему? А где как ни в клубе прочувствовать для себя всю романтику этого праздника? День всех влюбленных совсем близко. Мы поможем вам подготовиться к этому празднику. Здравствуйте! В эфире информационная программа в Воткинске. О самом важном и интересном мы расскажем вам прямо сейчас. А начнем по традиции с новостей 18-го региона. Правительство Удмуртии одобрило увеличение дохода бюджета республики на этот год на 3,5 миллиарда рублей. Расходная часть при этом станет больше на 4,4 миллиарда. В результате получается, что доходы бюджета республики на текущий год больше расходов почти на 300 миллионов рублей. Данный документ будет внесен на утверждение в Госсовет. В январе этого года судебными приставами Удмуртии взыскано 32 миллиона рублей. Это задолженность по алиментам. Работа в этом направлении продолжается в республике. Приставы будут проверять имущественное положение должников, а также бухгалтерию предприятий и организаций, где трудоустроены неплательщики. На безопасные и качественные дороги в Удмуртии федеральный бюджет выделит 730 миллионов рублей. Столько же направит республика. На эти деньги планируют отремонтировать 43 дорожных участка в Ижевске и 14 загородных трасс. Особенностью проекта в этом году должна стать синхронизация с программами в сфере ЖКХ и благоустройства. В соответствии с новыми правилами дорожного движения машина, препятствующая проезду спецтехники, может быть эвакуирована. Какую угрозу представляют неправильно припаркованные автомобили, продемонстрировали жителям Воткинска сотрудники пожарной службы и ГИБДД. За прошедший 2017 год на территории Воткинска произошло 14 пожаров в многоквартирных домах. Сотрудники пожарной части подчеркивают, что для нашего города это немало. Пожар в таком доме представляет особую опасность, так как может привести к огромному количеству пострадавших. Об этом в пятницу 9 февраля напомнили жителям одной из высоток в Воткинске. В ходе профилактической беседы были разъяснены требования пожарной безопасности в быту и в жилье. А также наглядно было продемонстрировано подъезды пожарной техники. Какие факторы могут повлиять на оперативность работы спасателей в случае возгорания? Во-первых, автомобили, припаркованные, как это часто бывает у подъезда дома, создают помехи для проезда техники, тогда как счет во время пожара идет на секунды. Вы задумывались об этом, когда тут парковались? Да. Да? Да. Ну, сами понимаете, встать тоже трудно куда. И да, и проехать. То есть другого места не нашлось? Не было. Все было занято. Во-вторых, сотрудники пожарной части обратили внимание коммунальных служб на необходимую для техники ширину проезда, которая зависит от того, насколько хорошо расчищен снег у дома. В данном случае мы видим, что не совсем широкой, достаточной ширины прочищена проезжая часть. И при установке пожарной лестницы специальные приспособления гидравлические, они... Нужно было расчищать площадку. Пожарная безопасность состоит из тех мелочей, которые зачастую нам не кажутся важными. Мы привыкли надеяться на русский авось. Бросил ненадолго машину, загородив проезд. Немного поуже расчистил тротуар у дома. Скольких жертв будет стоить такая халатность, если вдруг она помешает спасателям вовремя прийти на помощь? Елизавета Парамонова, Дмитрий Наговицын, Воткинске. Воткинский районный суд вынес приговор женщине, которая обманом получила материнский капитал за несуществующего ребенка. Женщина попросила врача написать фальшивую справку о рождении малыша в домашних условиях. По тем документам, которые поступили в пенсионный фонд, они тоже не заподозрили свидетельство о рождении. Есть все, везде ребенок зарегистрирован. В конечном итоге по тем документам было принято решение о выдаче указанной женщине, то есть подсудимой материнского капитала. Она под этот материнский капитал приобрела квартиру в Якушурбодинском районе. Обман бы не раскрылся, но у женщины проснулась совесть. Она сама явилась в полицию и рассказала о содеянном. С учетом того, что женщина ранее не была судима и призналась в преступлении, суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. В редакцию нашей телекомпании обратилась жительница одного из многоквартирных домов по улице Энтузиастов. Женщина сообщила, что их управляющая компания не следит за порядком в подъездах. Проверим. Наша съемочная группа выехала во двор дома номер 19 по улице Энтузиастов. Его жители недовольны уборкой в подъездах. Уборка вообще не делается. Уборщица вообще не приходит, ничего не моет. Везде бумаги, везде окурки, везде банки и мешки с мусором. Как раз во время съемки сюжета в подъезде мыли пол. Однако к качеству работы у жителя этого дома есть претензии. Убирается очень плохо. Очень плохо. Вот перед Новым годом делалась уборка один раз. И вот сегодня. Обслуживанием этих домов занимается управляющая компания «Домсервис». Ее руководитель отметил, что организация регулярно контролирует работу сотрудников. По запросу ВТВ мы выехали, провели проверку. Были небольшие замечания по работе уборщицы. Значит, они были устранены. Введен у нас на предприятии года полтора внутренний контроль. Значит, каждый месяц работник, который закреплен за определенным домом, подходит к старшему по дому, либо уполномоченному лицу в подъезде и подписывает акт выполненных работ. Без этого акта он, соответственно, работа считается невыполненным. Услуга, не оказанная зарплату, он не получает. Что касается периодичности уборки, то она прописана в договоре с управляющей компанией. Согласно ему, один раз в год моют окна. Два раза в неделю подъезд подметают. Два раза в месяц моют. И один раз в месяц проводится влажная уборка. Однако за порядок в подъезде ответственны не только управляющие организации, но и сами жители. Например, чистоту и даже красоту этого подъезда под свой контроль взял старший по дому Георгий Федорович. На беспорядок здесь не жалуются. Жильцы сами теперь не гадят, не пьют, не курят на этажах. Так что все уже привыкли и приучены к порядку. По инициативе старшего по дому подъезд облагородили и снаружи. Деньги, собранные фонд капремонта, направили на входную группу. Каждый год красили краской, которая облуплялась, через год опять красили. Решили и стратить деньги, так и стратить сделали плиткой. Керамогранит. Кто решил? Теперь кто решил? Старший по дому, наверное. Кто же решается? При поддержке домсервиса. Как считает Георгий Морозов, главное сотрудничать со своей управляющей компанией. Решить проблему вашего дома, ее обязанность. Мы работаем круглосуточно. Телефон диспетчера 34458. Если вопрос не может решить диспетчер, она передает это каждое утро мне. Если нужен я, часы приема значит четверг с 9 до 11 часов. Либо если срочно какая-то неотложная проблема, каждое утро я на месте. Либо позвонить секретарю, 537 сидеть, предупредить, что вы подойдете. Я всегда встречу и вашу проблему решу. Сейчас на обслуживании управляющей компании домсервис более 80 домов. И навести порядок в каждом из них можно лишь сообща. Валерия Сулоева, Дмитрий Наговицын, Воткинске. Чем еще запомнился этот день в истории города, расскажем в рубрике «Городские новости» короткой строкой. В 2018-19 учебном году в школах Воткинска планируется сформировать 50 первых классов. По предварительным данным в них будут учиться 1224 ученика. Напомним, прием заявлений о зачислении в первый класс осуществляется в электронном виде через РПГУ и в письменном в самой школе. Общественники проверят качество уборки тротуаров и пешеходных переходов от снега в нашем городе. Первый рейд в рамках акции «Снежный фронт» уже состоялся в Сарапуле. До конца зимы представители Народного фронта посетят Воткинск и Можгу. Пилот из Воткинска стал победителем автомногоборья «Чайковский драйв-2018». Михаил Булдаков стал лучшим в классе «Передний привод», он же стал третьим в тюнинге. Всего в соревнованиях приняли участие 39 пилотов из городов Чайковский, Перем, Ижевск, Воткинск и поселок Марковский. Еще больше новостей ищите на городском портале воткинск.нет. Там каждый день новая и полезная информация для вас. 13 февраля, 155 лет назад, открыт Московский зоопарк. А в 1956 году в этот день в Антарктиде открыта первая советская научная станция «Мирный». Чем еще знаменателен этот день в истории, узнаете из рубрики «Даты и события страны и мира». Всемирный день радио отмечается ежегодно 13 февраля. Выбранная дата имеет символическое значение. Она приурочена к началу вещания радио ООН в 1946 году. День радио в нашей стране празднует 7 мая. Именно в этот день, в 1895 году, русский физик Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи. 13 февраля – день рождения кинокамеры. Данное изобретение принадлежит Луи Эльиньеру. Он сконструировал и собрал свое ноу-хау, спасаясь от приступа бессонницы. А 13 февраля 1895 года братья Луи и Агюс Люмьер получили патент на изобретение, которое назвали синематографом. Братья не рассчитывали на мировой успех и известность. Главная цель, которую они преследовали – улучшить финансовое благосостояние. 13 февраля 1970 года в Откинске открылся магазин «Старт». Это был двухэтажный магазин спортивных товаров. Он находился на улице Кирова. Сейчас это торговый центр «Кировский». Продолжит наш выпуск предпраздничная программа, посвященная Дню всех влюбленных. Мы поможем вам сделать подарок любимому человеку. Такой, который навсегда останется в памяти. Тысячи валентинок, цветы, подарки, поцелуи и объятия – все эти проявления любви просто зашкаливают в преддверии самого романтичного праздника года – Дня всех влюбленных. И чтобы этот день не запомнился вам засаленным халатом, сковородой в руках и пюре с ковтлитой в тарелке, окунитесь вместе со своей второй половинкой в удивительный мир романтики. А где, как ни в клубе, прочувствовать для себя всю романтику этого праздника, кружась любимым в медленном танце. Для вас уже готова специальная программа. Диджей подобрал романтические сеты с красивыми песнями о любви. В закромах самых лучших пар уже ждут специальные подарки. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Чтобы праздник прошел феерично и было что вспомнить, влюбленных пар ждет специальная программа. Это оригинальные конкурсы, призы, подарки. А лучшие пары получат специальный пресс. Также для вас весь вечер зажигательная музыка от наших резидентов клуба. Вы просто отдыхаете и наслаждаетесь праздником. Убирайте подальше телефоны, забудьте про селфи. Все самые искренние и яркие моменты запечатлит профессиональный фотограф. А теперь, когда запечатлели нас красивых со всех сторон, можно и идти в отрыв. Диджей! Музыку! День Святого Валентина в клубе. Это значит, не нужно мыть бурую посуду или отмывать воск от мебели. Погрузитесь в атмосферу теплых чувств, нежных слов, трепетных объятий и громкого биения в сердец. А еще это уникальная возможность сменить обстановку и просто отдохнуть от серых будней, провести прекрасное время с вашим любимым или любимой. Кафе «Платинум», двухуровневый зал, две танцевальные площадки, две барные стойки. 16 февраля празднуем День влюбленных. Специальный гость Имур Вагапа входит в 100 певцов России. Призы и конкурсы для влюбленных пар. «Платинум» Арджиньки Ц23Б. Если с вами живут волнистые попугайчики, то в качестве пары они могут выбрать любую вещь, любимую игрушку, либо своего хозяина. Да и сами попугаи для своих владельцев являются одними из любимых домашних питомцев. А это попугай-неразлучник. Его отличает настоящая лебединная верность. А называют их неразлучниками потому, что если они и выбирают пару, то одну и на всю жизнь. У животных своя история любви. Каждый любит по-своему. Например, игуана очень любит покушать. Посмотрите, как настоящий динозавр, хотя и в тысячи раз безобиднее. Но когда голодная, может и укусить. А вот ее противоположность. Моя любимица Фрося. Расскажу вам об этих зверьках. Шиншиллы, они долгожители, живут до 20 лет. А еще также отличаются своей лебединой верностью. А еще, если говорить о любви, то эти зверьки очень любят полакомиться. И кошки, и собаки, и попугаи, и простые грузуны. Благо, разнообразие для их меню большое. Но и не стоит забывать про аксессуары. Игрушки, переноски, когтеточки. Вещи нужные и полезные для вашего домочадца. А вы знали, что собаки, они настоящие модники? Хотя все зависит от фантазии хозяев. Вот такие вот куртки или комбинезоны не только согреют, но и украсят ваших любимцев. Помните про ветеринарные препараты, витамины, лекарства. Все это очень необходимо для вашего животного. А еще в преддверии праздника, да и просто в обычный день, ваши кошечки и собачки хотят выглядеть красиво. Грумер – специалист, который приводит в порядок внешний вид питомца. Эдакий стилист ждет своего клиента. А это Маркиз. К сожалению, День всех влюбленных ему пока еще праздновать не с кем. Но он очень надеется, что 14 февраля он встретит в доброй и любящей семье. Маркиз – очень добрый, послушный, настоящий мышелов. Ему было бы комфортно жить в частном доме. Всех грызунов он бы с легкостью выловил. Быть может, вам не хватает дома такого помощника. Он будет рад стать вам верным другом. В преддверии 23 февраля и 8 марта в эфир выйдут программы, посвященные Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Корреспонденты, операторы и монтажеры нашей телекомпании уже работают над их созданием. Следите за эфиром. А на сегодня это все. Впереди вас ждут прогноз погоды и гороскоп. С вами был Александр Леконцев. Увидимся в Воткинске.